Гидра, аква и аэрохоникаль. Но кроме рыбы и растений в этой системе есть бактерии. Я понимаю, что себестоимость на самом деле у этих продуктов гораздо выше. С Египта в Салихард или там из Египта на Марс? Почему нет? Да, это все считается на самом деле очень рентабельной историей. Не на земле, да? На поле останутся, но там будут технические культуры, масляничные, зерновые. Запасной вариант для того, чтобы все-таки изделие сохранилось на нашей планете. Сейчас это реальность, и мы готовим будущих специалистов для колонизации других планет. Иван Сергеевич, вы сейчас занимаетесь проектом, связанным с гидра, аква и аэрохоникаль. Чем они отличаются, все эти методы выращивания? На самом деле для разных культур подходят разные технологии, да? Ну, судя по приставкам, понятно, с чем они связаны, с водой, с воздухом. Да. Аэропоника, она такая прогрессивная технология, да? За счет нее можно увеличить урожайность, да? Допустим, вот у нас, к примеру, растения, которые клубни дают, это картофель семенной, можно получить до 100 клубней с одного растения. А за счет того, что у нас есть доступ к корневой зоне, мы можем снимать клубни семенные, да? И будут растеновые. Вот. И вот у себя в лаборатории я получал до 180 клубней с одного растения. Гидра и аква. Вроде и тот, и другой относятся к воде. У них есть отличия? Конечно. Аквапоника – это совместное выращивание рыбы и растений, где продукты жизнедеятельности рыбы являются удобрениями для растений. Тем самым растения получают питание, да, и, можно сказать, очищают воду, забирая и остатки азота. Но кроме рыбы и растений в этой системе есть бактерии, да? Это, то есть, вот у нас экология сейчас, направление – это редуценты, продуценты. Ребята как раз изучают, и вот сейчас, сегодня мы будем запускать аквапонную систему, добавлять бактерий, рыб, да, которые будут в симбиозе производить растительную продукцию и также рыбу. Распределенная технология в Европе – это основная перспективная технология для удаленных территорий. Да, в России есть удаленные территории. Особенно в Арктике, да, на севере. Как ни на Ямале, нужно знать и развивать эту технологию, да. Концентрация внимания именно на том, что цель, да, у нас есть цель для того, чтобы отработать технологии. У нас есть проект, 3D-модель станции «Научная Снежинка», да. Соответственно, ребята в 3D-моделях рисуют различные оборудования, системы очистки воды, системы очистки воздуха, системы производства продуктов питания, да. Это, как бы, дает им понимание вообще комплекса, да, вот этого. И дальше они будут расти, становиться специалистами и вот с этими знаниями в голове будут развивать технологии. И будет, возможно, реализовываться через определенное количество времени это все в реале. Вот смотрите, вообще эти методы, эти способы выращивания, я про всю гидроаквапонику, да, она свойственна все-таки для южных. Индонезия, Таиланд, вообще оттуда пошли эти способы выращивания. Сингапур, да. Да-да-да-да-да. Насколько сложно создать вот эти искусственные условия для выращивания, вот, тем более в таких суровых климатических условиях? На самом деле ничего сложного, нужно просто знать, иметь эту технологию, да, нужен свет, да, фитосвет, нужен микроклимат и нужно питание. Вот три основных составляющих, да. Если у нас есть там системы подачи там в корневую зону питания, это насос, лотки, баки, если у нас есть фитосветильники, да, определенного спектра, да, для фотосинтеза и системы, которые там поддерживают необходимую температуру, влажность желательно, да, тогда все растет. Технология новая. В 2012 году первая коммерческая сити-ферма появилась вот в Сингапуре как раз, да, как вы и сказали. И технология сейчас активно развивается, и я знаю, кстати, мы отправляли уже оборудование на полярную станцию в Южном полюсе Земли, в Антарктиду, и ребята сказали, у всех очень хорошие оранжереи, у индусов, у китайцев, у всех это все очень развито. И вот три или четыре года пытались наши запустить, мы встретились в институте в Петербурге, в Арктике, Антарктике, спланировали, да, укомплектовали, отправили. Сейчас каждую неделю полярники кушают салатик, и они рассказывают, мы просто приходим, садимся и смотрим на этот салат. И знаете, сразу вспоминаются фильмы, современные какие-то, ранее снятые, до 2012 года, да, там как раз вот, когда человек остается где-то в космосе, в общем, не на земле, да, и как раз стараются вот в воспрестности вырастить зелень для пропитания, для кислорода, да, и вот тогда казалась эта фантастика. Сейчас уже это не кажется фантастикой? Сейчас это реальность, и мы готовим будущих специалистов для колонизации других планет. Знаете, какой вопрос всегда возникал? Учитывая, что это неестественные условия все-таки для выращивания, искусственные, я понимаю, что себестоимость, на самом деле, у этих продуктов гораздо выше. Это да, это да, но с другой стороны, сколько будет стоить отправить там клубнику на какое-то там месторождение? С Египта в Салихард пусть будет. Да, с Египта в Салихард или там из Египта на Марс, да, ну что проще. Или если компания какая-то крупная заботится о своем персонале, да, она может приобрести автоматизированную ферму, да, это модуль какой-то, поставить шкафчик, да, нажать на кнопочку, и там будет производиться все, выращиваться. Им только стричь нужно будет там, иногда там новые высаживать семена. Я считаю, это перспективно, это улучшает качество жизни, улучшает здоровье, и люди с высоким качеством там жизни будут хотеть возвращаться на эту вахту, вот, где есть вот такие системы для выращивания там продовольствия. А насколько чище вот эти овощи, которые здесь выращиваются? Ну, мы проводили лабораторные исследования, независимые лаборатории, выращивали официоны, ромена, салаты, заехали там в один магазин, известный ритейл, купили официон, в другом ромена, и поехали в лабораторию, отдали. Нитратов в наших салатах было в 16 раз меньше, чем в магазинах. Хотя магазинные, они были, ну, на пределе ПДК, предельно допустимой концентрации, то есть, ну, как бы, они экономят на… Вот, и они в этих пределах держатся. Выращивая здесь, мы сами можем контролировать там и накопление микро-макроэлементов, и на самом деле это будущее этого направления – это персонализированное питание, где под организм человека будет выращиваться продукция, там, для сердечников, там, с большим содержанием калия, там, селен, йод. Все это можно контролировать, и в органической форме организм лучше усваивает эти элементы. То есть, дома стоит установочка, там, у вас данные, там, вашего, там, крови или какие-то анализы… Браслеты какого-то, да. Да, и под вас выращивается продукция. Это вот перспективная данная технология. Этому тоже мы рассказываем и учим ребят. Ну, в перспективе вообще такое возможно будет, чтобы ты пришел в магазин, купил себе эту ферму? В Москве уже есть магазины, где есть фермы, где прям растет. Вы прям с грядки можете снять, да, и в тарелку. Есть системы, но они более дорогостоящие. Они для людей, у которых нет знаний и навыков, там, агрономии, там, или биологии, да, где все в автоматическом режиме. Но, конечно, они дорогие системы, да, там, но цена их постепенно снижается, там, увеличивается объемы производства, автоматизация, там, удешевляется. Вот. Эти системы есть, они развиваются. По данным ООН, это направление, это называется сити-фермерство, где вблизи потребителей выращивается, там, зеленая, ягодная, овощная продукция. И, по данным ООН, это будет основная технология производства продовольствия для жителей городов, продовольствия именно скоропорчащегося, да. Конечно, поля останутся, но там будут технические культуры, масляничные, зерновые, да. А те продукты, которые скоропорчащиеся, да, которые, ну, всем известно, да, что витамины, чем быстрее они там попадают... В организм, тем больше. Тем их больше, да, потому что многие витамины, они, так сказать, немобильные. Скажите, а в таких условиях можно абсолютно все вырастить? Ну, в принципе, да. Можно и яблони выращивать, и там, и бананы, и мандарины, и так далее. Ну, это же не в размере дерева, или в размере дерева? В размере дерева, конечно, конечно. Искусственный климат можно создать, просто это вот дополнительные затраты. Здесь вот что у нас растет? У ребят начали размялись зеленых, там базилик, салатик, да, сейчас пошла уже тыква, кабачок, да. Первые твои семена брокколи? Или уже брокколи было выращено тобой? Нет, ну, вчера мы первые посадили. А что ты уже успела вырастить самостоятельно? Что твоими ручками тут посажено? Мы посадили тыковки сегодня, вот, и посадили мелису, мяту. Пока что все. Ты сейчас здесь научишься, дома будешь высаживать? Обязательно. А дома что-то растет? Нет, пока что нет. Ну, как думаешь, это важно, вот именно все-таки своими руками выращивать? Конечно. Не в магазине покупать, конечно. Это, ну, это улучшается экология, как минимум. Мы делаем лучше для нашей природы. Пробуем мы, значит, с арктическими различными культурами, да. Земляника, это вообще, это что-то. Было два небольших растения, сейчас это целый там квадратный метр разросся за пару месяцев всего лишь. Все это съедается только, а только в путь не успеваем следить. Ну, этот проект сейчас вот рассчитан на какой возраст детей? Ну, здесь 8-9-10 класс, да. Почему важно вот именно со школьной скамьи? Да, нужно еще раньше, да, это начинать. С детского сада? Да, хотите, да, можно посадить. Я вот, у меня ребенок в детском саду, мы уже там придумываем всякие штучки, да, чтобы сеять, сажать. И ребятам интересно, да, вот они посадили, наблюдают, на окошке стоит или под лампочкой стоит, и уже у них в голове какая-то пазл, вот этот мироздание складывается, что вот семечки, да, оживает организм, растет, развивается. Здесь очень интересно, мы узнаем много нового, например, ну, сажаем растения, вот, так же пробуем их. Ты уже определилась в будущей профессии? Ну, может быть, я свяжу жизнь с экологией, может быть, с медициной. Ну, вот участие в проекте каким-то образом поспособствовало? Да. Я решила, что... Раньше я не хотела как-то участвовать в экологии, потому что я думала, ну, сейчас все туда лезут, да, как бы все пытаются как-то развиваться в этом. Но, побывав здесь, я поняла, что, может быть, стоит рассмотреть такой вариант, вот, и поэтому, может быть, я свяжу жизнь с экологией. Знаете, глядя на это все, складывается впечатление, что вот те фильмы, которые говорили, что когда-то мы уничтожим планету, да, и будем искать альтернативный дом какой-то, и это сейчас, да, это из ряда фантастики. Такое ощущение, что мы, разрабатывая все эти проекты, ищем какой-то запасной вариант для того, чтобы все-таки зелень сохранилась на нашей планете. Конечно. Ну, и кормить надо, да, что угодно, да. Если солнце, там, не дай бог, не будет давать столько фотонов, сколько нужно, придется использовать искусственные источники освещения. Пессимистический сценарий, но мы готовимся, готовься ко всему, и будешь спокойно жить дальше. Экология с экономикой, они взаимосвязаны напрямую, естественно, да. Вроде как бы стараемся возобновлять до этого все, выращивать, но все-таки увеличивается уже у нас нагрузка, естественно, на те же, как мы дали, ресурсы, например. В любом случае, дешевле всего, проще всего, когда солнышко светит, да, ну там... Дождик поливает. Дождик поливает. Вот такой пример приведу. У нас в Подмосковье проект мы реализовываем, да, по производству семенного картофеля. Картофель очень любит свет, низкие температуры, высокую влажность. И вот по расчетам специалистов, там, инженеров, там есть технические проблемы, да, и требуются очень большие затраты на системы микроклимата, да. Очень много нужно охлаждать, очень много там требуется электричества на свет, да. Это семенные клубни, да, там растение дает до 100 клубней с одного растения, то есть там несколько миллионов клубней, там, круглогодично можно получать. Эти клубни хранятся спокойно, транспортируются и так далее. И вот идеальный регион, где ставить производство, да, это, ну, СИП-панели, коробочки ставим, холод бесплатный, электричество, генерация, пожалуйста. Вот, Северный морской путь, по всему миру развозим семенные клубни ямальские, вот. Почему нет? Да, это все считается, на самом деле, очень рентабельная история. Сейчас пока это кажется фантастикой. Да, семеноводство на Ямале. Да. Но с использованием современных технологий прогрессивного растения. Ну, а теоретически, сколько времени нужно на это, чтобы стать вот этим центром-то аграрным? Все зависит от количества инвестиций. Ну, на самом деле, я вам скажу такую вещь, может быть, сначала будет неожиданностью, но это реально. Ямал может быть аграрным центром, центром семеноводства в России.